За что задержано? Открытое хищение чужого имущества. 161, часть 1. Точная формулировка и знание статей Уголовного кодекса о следствии криминального прошлого мужчины. Пару месяцев назад он освободился в Ростовской области, переехал в Пермь и вновь взялся за старое. Любовь Михайлова в районе Полуночи вызывала такси в саду камней, когда к ней подошел злоумышленник со своим знакомым. Я еще набирала телефон. И в этой, когда даже там доли секунды просто, что он делает, он держит в таком положении телефон, он просто выхватывает у меня из рук резко телефон и убегает в сторону теплотрассы, то есть в сторону кустов. Где найти похитителя сотрудникам полиции подсказал его товарищ. В итоге через несколько минут уже переодетого грабителя задержали в социальной гостинице. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время подозреваемый задержан. Ему избранные меры пресечения и введя заключение под стражу. Огромное спасибо передающим, хочу сказать, это патрульным точно так же. То есть они молодцы, они быстро приехали, точно так же среагировали. То есть если бы они хотя бы точно так же задержались бы на 10 минут, то есть он бы ушел и, соответственно, мы бы тоже его не догнали бы. Я так думаю, потому что телефон, скорее всего, бы уже куда-нибудь отдал, продал его, не знаю. Ну, соответственно, если бы не сотрудники полиции, да, и не тот товарищ, то, конечно, мне бы не повезло. Сотрудники полиции советуют не доставать мобильные телефоны и другие гаджеты в темное время суток в малолюдных местах, поскольку такая демонстрация в значительной степени повышает риск стать жертвой преступления. Ритис Бараускас, Телекомпания Ветта.